Привет, ребята! С вами самый ужасный, чсвешный, зажравшийся художник Ютуба, ВК и вообще Инстаграма, да и других соцсетей, по мнению Васи Пупкина 905. Ладно, ладно, это, конечно, такая себе шутка. Но недавно мы сидели с Перпин и записывали общий видос, который вы увидите чуть позже, и диалог с ней, в общем-то, натолкнул меня на эту тему, наверное, на одну из самых распространенных тем Ютуба. Но что поделать, сроки поднимают, я уезжаю в отпуск, и мне нужно о чём-то с вами поговорить, и почему бы не обсудить моё охреневшее чсв. А если серьёзно, без шуток, по какой-то причине очень многие люди считают, что если ты популярный человек, то ты определённо зажравшаяся личность, которая не ценит абсолютно ничего в своей жизни, не ценит ни фанатов, не ценит вообще ничего. Я даже не буду перечислять. Очевидно, что такие выводы они делают, исходя из собственного опыта. Честно говоря, меня пару раз действительно обвиняли в подобном, и причины там, ну, мега, мега актуальные и крутые. Однажды я поссорилась, не знаю, как это назвать, с одной девочкой, которая написала мне VLS и предложила мне трейд. Обычное дело, вообще, постоянно такие пишут, но у меня есть тема для трейдов ВКонтакте, у меня есть отдельное обсуждение, куда я прошу всех закидывать свои работы, всё, что они хотят туда написать. И когда я захочу с кем-то затрейдиться, я просто пойду в эту тему, а не буду искать среди сотни сообщений, с кем бы затрейдиться. То есть, ну, очевидно, это звучит удобнее, у тебя есть тема с примерами, и ты можешь кого-то выбрать, чем лазить по сообщениям и вспоминать, это заказчик или это трейдер, кто это был. Кто это был, я не знаю. И, в общем-то, я её туда и отправила, и сказала, у меня есть тема. Как обычно, я всем так отвечаю, если вы мне напишите в личку насчёт трейда, я вам тоже так отвечу. И вместо того, чтобы пойти закинуть просто туда примеры работы или что там обычно люди закидывают, паблик, ссылку и прочее-прочее, она начала со мной ругаться. Она сказала, раз я уже здесь, и раз я вам написала, почему бы просто не ответить? Вы думаете, я не понимаю, что это автоматически нет? Типа, вам не хватает смелости написать мне, что у меня там низкий скилл, бла-бла-бла, и всё такое. Я такая, в душе я, конечно, подумала, что ты несёшь, потому что я, ещё раз говорю, я отправляю туда абсолютно всех, кто мне написал в личку. Я, честно говоря, даже не посмотрела на примеры, просто я увидела, что вот, предлагаю трейд, и сразу же с закрытыми глазами напечатала ответ. Потому что я всегда так делаю. И меня это очень сильно удивило, и я сказала, ей, в общем-то, то же самое, я отправляю в тему всех, потому что мне так удобнее. Ну, там ещё были какие-то сообщения, скажем так, с наездом, что я ЧСВ-художник, потому что я отказываюсь брать трейды. И вот с этого момента, на самом деле, можно было бы поговорить поподробнее. Получается, если ты популярный художник, и ты не берёшь трейды с непопулярными художниками, то ты автоматически ЧСВ. Если ты не хочешь делиться своей аудиторией, ну, например, это, конечно, не моя ситуация, я не беру трейды сейчас не из-за этой причины, если что, то ты тоже автоматически ЧСВ. Моя причина такова, если я беру трейд, то этот человек у меня не возьмёт камишку. А мне, как бы, деньги всегда нужны, сейчас тяжёлое время, сами всё понимаете, я, как бы, никого не заставляю покупать у меня камишки. Но когда ты берёшь со всеми трейды, камишки у тебя, ну, в общем-то, не берут. Нахрен брать камишку, если я могу затрейдиться и получить картинку, бесплатно? И именно поэтому я трейды беру очень-очень-очень редко, и стараюсь всё вкладывать в камишки, всё, все силы, всё, абсолютно всё. И это моя причина. И, опять же, получается, если ты больше любишь деньги, то ты ЧСВ художник. Это не важно, что у тебя там собака больная, мама, папа, вообще пофигу на всё, ты ЧСВ. Я считаю, что определённо такой подход к художникам, это, ну, плохо, да? Серьёзно? Я не знаю, ребят, как объяснить, вот, просто ваше мнение, что мне нужно было вообще в этой ситуации сказать? Мне нужно было ей расписать, что у меня тяжёлая ситуация, возьмите, пожалуйста, камишку. Ну, это как-то, ну, неправильно, я же не рекламирую свои услуги в личке у других людей, да? Отказывать прямо, ну, если мне не понравится скилл, я в состоянии отказать прямо просто. Зачем мне это делать, если удобнее, опять же, всё сделать через обсуждение с трейдами? И я брала несколько расстрейд, и я даже ищу там иногда людей, которые мне могут помочь с работой. У меня было несколько ситуаций, когда я не успевала сделать картинки, но мне они были просто нужны. Например, для стримов или что-то такое, и я писала людям из темы с трейдами так и так. Можно ли мы затрейдимся, но ты мне сделаешь что-то определённое, типа как камиша, но я рисую в ответ. И некоторые отказывались, некоторые соглашались, это, опять же, право абсолютно каждое своё. Но я к тому, что этой темой я определённо пользуюсь, раз она до сих пор открыта. И если мне просто совсем не захочется брать трейды, однажды вы зайдёте в мой паблик и увидите, что этой темы там просто-напросто нет. Она просто исчезнет, её там не будет, и всё. И поэтому, пожалуйста, не надо, не надо наезжать на других художников. Вы же не наезжаете на тех художников, у которых вообще этой темы нет? Кто вообще не берёт трейды? Никак. То есть, наезжают только на людей, у которых трейды, типа, открыты, как у меня. Опять же, я никого не обманываю, если мне нужно, я кого-то выберу оттуда, но это немного странно. Мне кажется, в целом, это самая странная ситуация в том плане, что назвать художника через Вэштин только потому, что он отказался брать с тобой трейд. Ну, ты как бы немножечко себя в плохом свете показываешь. Я не думаю, что хоть кто-то после наезда захотел бы брать трейд с этим человеком. И, в общем-то, у меня была точно такая же ситуация, как бы он там не рисовал. После наезда на меня мне не очень-то хотелось уже трейдиться, в любом случае. Так что, вот так. Ну что, ребят, спасибо за просмотр, говорите мне, в каком месте я еще ЧСВ буду вообще записывать про каждый пункт отдельный видос. Почему нет? Вот мне же нечего делать, да? Я же люблю рассказывать, какая я ЧСВшная, и я всех кидаю на арты, на деньги, и вообще на все. Я ужасный человек, ужасный, ужасный, ужасный. Ладно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Пишите, за что вас назвали ЧСВ художником. Если, конечно, такое было, надеюсь, не было. Подписывайтесь на ВК, на Инстан, на Твич. Ну, на Твич желательно приходить, а не просто подписаться. Да-да. Всех люблю, всех целую, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok